Народная славянская радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Петрозаводске можно посетить Центр традиционных ремесел, он разместился в сказочно красивом домике XIX века и уже своим внешним видом зазывает посетителей и обещает им массу интересного. И это интересное здесь в изобилии. Традиционная планировка дома, его убранство и особенно работы карельских мастеров захватывают дух. Задачами Центра являются возрождение традиционных карельских ремесел, организация и проведение выставок, мастер-классов, конкурсов, ярмарок, фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных на развитие традиционной местной культуры. На базе Центра традиционных ремесел можно пройти следующие мастер-классы и курсы. Бисероплетение, войлоковаляние, лоскутное шитье, традиционная вышивка, резьба по дереву, традиционная кукла, берестоплетение, декоративная обработка кожи и еще 34 вида занятий. На занятиях и экскурсиях ждут посетителей разных возрастов, начиная с 6 лет. Кроме практических занятий, Центр проводит также теоретические в виде лекций, семинаров, презентаций. В здании Центра вы можете не только увидеть выставки, часто проводимые в специальном выставочном зале, но и приобрести сувениры, сделанные местными умельцами. В Выборге приглашают посетить историко-культурный центр «Варяжский двор». Это модель княжеской усадьбы начала XI века в натуральную величину. Здесь занимаются изучением раннего средневековья. В основном это период с VIII по XII век. Это время развития древнерусского государства, а также эпоха расцвета непобедимых викингов. Изучаемая территория – Ленобласть, Карельский перешеек. Центром проводятся исследования и археологические раскопки, лекции и экскурсии, а также историческая реконструкция. Воссоздаются народные промыслы и ремесла. Посетив усадьбу, Вы сможете погрузиться в атмосферу далекого прошлого. В усадьбе идет своим чередом обычная жизнь. В кузнице работает кузнец. Воины тренируются на ресталище. Дозорный внимательно следит за водной гладью, нет ли вдали купцов или лихих разбойников. Домашняя живность – курицы, лошади, кошки – заняты своими делами. Женщины занимаются шитьем и обсуждением последних новостей. Вы сможете поучаствовать в старинных играх и забавах, понаблюдать изнутри за той жизнью, которой жили наши предки много лет назад. Эта усадьба – первый в России объект живой истории. Историческая реконструкция эпохи раннего средневековья или так называемой эпохи викингов. В настоящее время – постоянно действующая площадка для проведения реконструкции событий от античности до новейшей истории, а также элементов, характерной для традиционной культуры Северной Европы. Продолжим артефактами земель славянских. В Севастополе разрушаются и застраиваются уникальные лазаревские акведуки. Этот уникальный исторический объект может исчезнуть навсегда с карты города из-за отсутствия баланса держателя. К сожалению, немые свидетели Крымской войны варварски уничтожаются современниками. Старая табличка на украинском языке напоминает, что полуразрушенные остатки сооружений 18-километрового самотечного каменного канала представляли собой акведук. Подобных шедевров архитектурной мысли в мире осталось очень мало. Их тщательно защищают и оберегают. У нас же их безжалостно истребляют, нарушая гармонию сооружения. Пристраивают к старинной кладке памятника истории частной постройки, заборы, встраивают магазины. Апогеем новостроек является отхожее место советских времен с буквами М и Ж. Многочисленные обращения неравнодушных жителей города-героев, правительства и законодательное собрание Севастополя к какому-то результату не привели. Однако недавно этой проблемой озаботились члены местного отделения Общероссийского народного фронта. Как отмечают в Управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя, ведомство запланировало осмотр технического состояния акведуков на третий квартал 2017 года. Для дальнейшей работы по сохранению объектов чиновникам необходимо узнать, кто законный владелец акведуков, занесенных в перечень объектов культурного наследия Севастополя. Для справки, по виду акведуки похожи на арочные мосты, но служат не для проезда, а для пропуска воды. Автором севастопольских акведуков является инженер-полковник Джон Уптон, который придерживался классического стиля архитектуры, расположив на массивных опорах изящные арки. Построенные акведуки были в 1853 году по инициативе адмирала Михаила Петровича Лазарева и предназначались для поставки пресной воды в адмиралтейские доки и для снабжения кораблей питьевой водой. В Ушаковой балке из 16 арок акведука сохранилось всего 6. В Аполлоновой балке у акведука сохранилось 10 пролетов, но к ним практически нет доступа. Экспонат таинственного происхождения. В Закарпатской области в преддверии 2017 года Иршавский районный историко-краеведческий музей получил в подарок необычную находку, о происхождении которой сейчас дискутируют в социальных сетях и региональных СМИ. Экспонат нашли в 2015 году в окрестностях Билкевского городища. По форме это гладкий отшлифованный камень, как две капли воды, похожие на яйцо. Но что это, яйцо или камень? Пока ответы отсутствуют, удивительную находку положили под стекло в Иршавском краеведческом музее. Подробности о находке озвучил на своей странице в Facebook Андрей Светленец. Необычный экспонат Иршавский районный музей получил от учительницы села Билки, Семак Магдалины Михайловны. По ее словам, это каменное яйцо принесли ей дети, случайно нашедшие его в окрестностях Билкевского городища. На первый взгляд, вроде и ничего обычного. Некий яйцевидный гладкий отшлифованный камень. Но на месте находки когда-то было мощное городище, которое ученые датируют 8-7 веком до н.э. То есть, ранний железный век. А еще в городище археологами был обнаружен курганный могильник куштановитской культуры, датируемый 6-4 веком до н.э. С большой вероятностью можем предположить, что найденная вещь относится к тому давнему времени. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Кирове 20 мая на территории Дворца творчества состоится фестиваль славянской письменности и культуры «Мы – славяне». Участниками фестиваля могут быть представители славянских национальных объединений, культурных национальных центров, общественных объединений и организаций народностей Кировской области, творческие коллективы учреждений культуры и образования, физические лица, прошедшие регистрацию участников фестиваля. Допускается индивидуальное и коллективное участие в фестивале. Фестиваль содействует сохранению культурного наследия и ценностей славянских народов, укреплению межнациональных связей. Это культурное мероприятие направлено на развитие мира, дружбы, братских отношений и солидарности жителей города посредством народного искусства танца и музыки, посредством богатых традиций славянских народов. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Москве 1 мая Лада, Ведунья и Велеслава приглашают на обережный праздник Радуница – День почитания и радости за предков. В этот день проходят обряд включения в род. Предки становятся в обережный круг и защищают вояви своих потомков. Вместе вы будете петь и водить хороводы радости. Записаться на мероприятие можно в социальной сети ВКонтакте. Адрес проведения мероприятия Музей славянской культуры имени Константина Васильева Метро Алтуфьева Москва, улица Череповецкая, дом 3Б Начало концерта 18.00 Заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю 2 мая, вторник Диагностика и реанимация Автор-сказитель Захар Белинский 3 мая, среда Опыт вечи в поселении Благодарное Авторы-сказители Сергей Сарафанов и Иван Воронцов 4 мая, четверг Осознанный воин любви и света Вопросы и ответы Авторы-сказители Михаил Зорин и Михаил Белояров Начало эфиров 20 часов Время московское Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов В сетке вещания Народного славянского радио Транслируются интересные передачи И ранее записанные программы на разные темы Полезные всему славянскому миру Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу В 3, 12 и 20 часов по московскому времени Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире Присылайте свои пожелания и добрые поздравления Делитесь радостью и хорошим настроением Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» Выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе Произошло, происходит или будет происходить Что-то важное для славянского мира Присылайте свои сообщения в редакцию радио Вместе сделаем мир лучше Быть добру! Народное славянское радио Все нужно, все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова